Здравствуйте! Не вы ли известный искусствовед Яков Кальменов? Ну? Да. Вы сегодня побывали на открытии выставки художников-аниматоров, которые представляют другую грань своего творчества. И как вам? Ну? Это восклицательное, вообразительное или возразительное? Ну? Продолжение следует... Сегодня мы в галерее 1445 на открытии выставки «Орден чугунной задницы», которую представляют аниматоры, раскрывающиеся в других жанрах, кроме собственной мультипликации, встречаемся в программе «Арт Ликбез». Кстати, эта голова, она не из чугуна, а, видимо, из стали, из стали, хорошо обработанной морской волной, эта голова изваяна Андреем Сикорским. Мы с ним обязательно сегодня побеседуем о концепции выставки, о том, что здесь вообще происходит. Субтитры создавал DimaTorzok Название выставки такое довольно провокационное, но когда вот приходишь и смотришь, впечатление немножко другое. Оно очень разностилевое, я бы затруднилась найти какое-то единство, даже бывает, может, в пределах работы одного автора, но, может быть, это и хорошо, потому что такое мультипликатор и мульти, это латинское слово, означающее «много». И это значит правильно, то, что мы здесь видим все разное. Видим обращение к более, к бывшим, так сказать, идеалам живописи, такие красоподобия, там, в индеец, да. Мы видим какие-то отсылки к сказкам. Но, пожалуй, кого бы я хотела выделить из данной выставки, это, конечно же, Сикорский с его прекрасным Наполеоном. В Наполеона я влюбилась, пожалуй, вот эта работа, на которую я могу смотреть бесконечно, приходить снова смотреть и так далее. Нет, остальное тоже хорошо, но оно смотрится именно в комплексе, оно не так выделяется, вот эта голова Наполеона. Андрей, о концепции выставки. Наш доверчивый зритель, который услышал название «Ордень чугунной задницы», боюсь, подумает не то. А надо, чтобы он подумал что? Надо, чтобы он подумал о том, что чугунная задница в данном случае – это метафора усидчивости и упорства мультипликатора, главная работа которого – сидеть и рисовать. Прежде всего, сидеть и рисовать. Это слова великого режиссера Федора Савельевича Хитрука, который выучил несколько поколений мультипликаторов. Я думаю, что в стране нет такого человека, который этой профессией занимается и не знает Федора Савельевича. А вот как вам версия нашей зрительницы и комментатора Аллы о том, что мультипликатор – это правда от слова «мульти» значит человек, который сразу многими профессиями и многими областями занимается, одинаково, результативно и интересно. Это верно? На самом деле, мне кажется, это от английского… Я, кстати, могу ошибаться. От английского слова «мультипликейшн», что означает умножение. То есть, в данном случае даже это не умножение, умножение и переход количества в качество, то есть количество кадров в движение. Есть вещи, которые в кино до последнего времени были невозможны, а в анимации всегда было возможно все. Абсолютно. То есть, сейчас уже кино, поскольку стало анимационными технологиями, вовсю в себя включает и сейчас уже сращивание происходит. Есть уже полностью 3D-фильмы с закосом подживых актеров, есть анимационные 3D-фильмы, где стоит свет так, что вообще, ну кажется, что это все по-настоящему. Кино вообще отчасти выросло благодаря анимации. Анимации же более древнее искусство. Были зоотропы, камеры обскуры. Там в древнем Египте были уже элементы анимации, когда таким образом на стенах были нарисованы фазы, что если ты несешься на лошадях, там на специальной этой, они у тебя сфазовываются в движении. Ну, такой принцип зоотропа. Вот что касается вот этих железяк и моего подхода к этому виду творчества, который называется «Ресайклитар», то я там вообще пляшу от найденной вещи. Ну, то есть, ты находишь смятое ведро в море, и в нем уже что-то заложено, какая-то энергия, которая, ну, если ты доведешь это до завершения, то все нормально, значит, идея была правильная. Она обладала нужной энергией. В данном случае вот эта штука валялась в море, я ее не подобрал, потому что она была большая, тяжелая. Там, приехал домой, мне говорят, что вот есть выставка, посвященная Наполеону. А я, проходя мимо этой железяки, подумал, это же башка для какого-нибудь персонажа хорошего. Я подумал, вот, это же Наполеон. Все, а дальше нужно было просто оснастить теми деталями, которые у меня в мастерской уже были. Ну, треуголку там, ну, как бы пришлось просто, да, собрать из готовых железяк. А голова Наполеона уже была. Нужно было просто приварить, присандалить, присаморезить. Субтитры подогнал «Симон» Ну, как вам выяснилось? Субтитры подогнал «Симон» Я не совсем, правда, понимаю, что всех этих людей, кроме вот этого большого количества пустых стаканов и чугунных задниц объединяет, но в целом мне понравилось. Вы смогли найти общую идею? Потому что не все посетители смогли собрать воедино эти осколки печати. Я присоединюсь к этому, к этим некоторым счастливым. Я тоже не смог. А сколько бокалов вы выпили, почему вы не смогли? Нет, я не смог найти еще до первого бокала и сложить вот этот пазл. Даже если его назвать совсем детским, все равно у меня не получилось. Какие-то разрозненные идеи об общении есть, что-то общее, но сквозной такой целостной концепции я до сих пор не могу понять. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Теперь по скриптам передачи это то, что бывает в галерее после закрытия выставки. Наконец-то эти беспокойные посетители ушли, и художники могут рассказать о подлинной истории создания своих шедевров. Прошел всего лишь час обсуждения современных социальных эстетических проблем, и мы уже узнали что-то о социальной структуре среднего класса, и о том, что настоящий художник не то что не продает, он даже никому не показывает свои картины. Обсуждение самых злободневных вопросов современного художественного сознания продолжается. До новых встреч, дорогие наши зрители!